Сегодня, 5 пар туфель, которые должен иметь каждый мужчина. Пятый номер, холкоты. Еще 10 лет назад они не были в моей десятке лучших. Но я увидел развитие этих туфелей и их стали выбирать все больше мужчин. Потому что стало понятно, что это современная классика. Ведь они элегантны, они просты во всем своем внешнем виде. Когда вы приобретаете себе пару холкотов, вы поймете, что это качественные туфли. Они сделаны из одного большого лоскута кожи. Почему это важно? Потому что полноценный, неповрежденный лоскут кожи очень сложно найти. И поговорим о цвете. Черный – самый формальный из цветов. Если у вас есть черная пара холкотов, я считаю, что вы можете надеть их даже со смокингом. А у нас что? Здесь темно-каштановый, который переходит в очень темно-коричневый, в черный. Они отлично подойдут к синему костюму. Эти холкоты цвета бургунди. Бургунди – отличный цвет. Ведь если вам нравятся черные туфли, любой наряд, который подходит к черным туфлям, любой наряд, который подходит к черным туфлям, подойдет и к бургунди. Также подойдет к угольно-серому, темно-серому и синему костюму. Следующие в нашем списке – двойные монки. Опять же, современная классика. За последние 10 лет я наблюдал, как они превратились из новинки в те туфли, которые носят многие мужчины, и по весомой причине. Почему? Если вы взглянете на монки с одним ремешком. Не имея ничего против, хорошие туфли, но с такой большой пряжкой они выглядят неуклюже. Что мне нравится в двойных, у них две маленькие пряжки. Вы можете услышать, как некоторые говорят, что двойные монки удобнее, чем с одним ремнем. Я лично не заметил разницы. Как и лоферы, их не нужно шнуровать. Это не самые формальные туфли, но они довольно универсальны и прекрасны для путешествий. В них можно запрыгнуть и ничего не застегивать. Среди них много цветовых вариантов и текстур. Самые формальные – полностью черные. С чего вам нужно начать? Мне нравится поиграться с монками. Как вы можете увидеть, здесь у меня контрастные цвета. Мне очень нравится, как они выглядят. Я хожу обычно в темно-коричневых, бордовых или бургунди, но для тех, кто только начинает, отлично подойдут черные или темно-коричневые. Если вы хотите разнообразие структуры, скажем, вы можете присмотреть замшу или выбрать более яркие, как светло-зеленые. Это будут не самые универсальные туфли, они будут выделяться, помните. Но если вы хотите крутые туфли, и они вам понравились, берите. Поговорим о подошве. Подошва – нижняя часть туфель. В этом случае я выбрал резиновую. Почему? Мне нужно хорошее сцепление, и вам нужно об этом подумать. Самые качественные туфли со стишком Блейка или Гудъер имеют кожаную подошву, на которую вы можете отдельно приклеить резиновую подошву. Я это делаю, чтобы не скользить. А кожаная подошва – это отличный признак качества. Перейдем к третьему номеру. Я немного схитрю. Покупайте нарядные ботинки. Вы можете выбрать Челси или выбрать Чуки на ваш вкус. Ботинки становятся нужными, когда сталкиваешься с непогодой. Ботинки обеспечивают большую защиту. Что я люблю в Челси, так то, что их не нужно завязывать. Опять же, если ты путешествуешь, очень удобно. У них очень простой элегантный вид. А вот эта петелька упростит вам надевание. Чуки – отличный вариант. Менее формальный, чем Челси. Ведь тут есть по три отверстия для шнуровки. Они пришли от пустынных ботинок Второй мировой войны. Сейчас они стали классическими. Я считаю, что это отличный вариант, опять же, когда на улице неблагоприятная погода. Или не хотите наряжаться, надев простые штаны, спортивный пиджак и темные джинсы. Перейдем ко второму номеру – классические блюхеры. Блюхеры с открытой шнуровкой. Это не самые формальные туфли, но достаточно универсальные. Их вы можете надеть с джинсами, в некоторых случаях и с костюмом. Так как они неформальные, по моему мнению, вам стоит избегать блюхеры черного цвета. Как по мне, естественным цветом для блюхеров будет средне- и темно-коричневый. Чтобы идентифицировать блюхеры, вот что вам нужно посмотреть. Задняя часть переходит на переднюю часть, которая переходит в язычок. А пара этих блюхеров помаднее. Заметили что-нибудь? Первое – это синяя замша, что придает контраст. Она переходит на язычок. А также тут имеется вышитый узор. Эта пара будет привлекать больше внимания из-за контрастирующих цветов и разных материалов. Но в целом это те же туфли. Блюхеры должны быть в каждом мужском гардеробе. И перед тем, как я покажу вам туфли номер один, дайте знать, что вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы новичок на Real Men Real Style, подписывайтесь и становитесь частью нашего сообщества. YouTube требует, чтобы мы общались. Как вам видео? Что я могу сделать лучше? Номер один в моем списке – классические Балмор Оксфорды. Черные. Почему эти туфли? Выглядят скучно, я знаю. Сейчас на экране вы можете рассмотреть накладной носик в деталях. Почему поместил их на первое место? Потому что это ваши главные туфли, когда вы хотите надеть смокинг. Темный деловой костюм или же светло-серый повседневный костюм. Это туфли для важных мероприятий. Когда вы не хотите привлекать к себе внимание, вы просто хотите прийти и показать свое уважение. Эти туфли делают свое дело. Им почти сотню лет. Я думаю, что они проживут еще и следующие сотню лет. Это ваша рабочая лошадка. В них вы пройдете много. Так что добавьте их к себе в гардероб. И, друзья, между делом, если вам интересно, что внутри туфель, я распилил одну пополам. Хотите увидеть видео? Вот оно, как я распилил обувь, чтобы показать, что находится внутри качественных туфель. Друзья, если вы не согласны со мной, дайте знать, что бы вы добавили. Нужно ли добавлять пеннилоферы? Или оксфорды? Или какие-нибудь такие шикарные? Или какие-нибудь такие шикарные?